шалом сколько в израиле мессианских общин сколько в этих общинах евреев сколько коренных израильтян растут ли эти общины и если да то за счет чего какими темпами эти и многие другие вопросы подобные нам часто задают наши друзья из других стран но ответы на них интересны разумеется не только им но также и многим израильтянам в первую очередь конечно верующим в 2018 году в интернете появилось число 30000 как минимальная оценка количество израильских мессианских евреев автор соответствующего исследования который запустил ее в оборот утверждал также что на самом-то деле эта цифра запросто может оказаться в два или три раза выше тем не менее даже число 30000 вызвало в свое время много вопросов как у нас самих у израильских верующих вешуа так и у наших зарубежных друзей однако еще до ее появления в семнадцатом году центр каспари где я работаю начал планировать собственные исследования израильского мессианского сообщества мы проводили его с 2018 по 2020 год потом обрабатывали огромное количество полученных данных и результаты нашей работы опубликованы совсем недавно вот в этой книге она называется jesus believing israelis exploring messianic fellowships книга написана по-английски ее название на русском языке означает израильтяне верующие в иисуса исследование мессианских общин и она не будет переводиться на русский язык поэтому некоторые из результатов зафиксированных в ней я хотел бы предложить вашему вниманию мой коллега дэвид сернер и я установили факт существования 280 общин и независимых домашних групп общины мы считали собрание насчитывающие более 20 членов а домашней группой 20 человек или меньше из этих 280 общины групп мы получили информацию о 273 то есть почти обо всех большинство из этих 273 общин поддержали нашу работу их руководство дала одному из нас то есть либо моему коллеге либо мне личное интервью таким образом мы получили информацию что очень важно непосредственно из первых рук не прибегая ни к каким предположениям мы предварительно объясняли руководителям прежде чем брать у них интервью что хотим получить как можно более правдивые данные об их общинах как об их количестве так и обо всем остальном и мы им очень благодарны за их понимание нашей цели небольшая часть общин примерно пять процентов от этих 273 отказались сотрудничать с нами однако мы все равно собрали достоверную информацию и об их общинах и что же выяснилось прежде всего суммарное количество членов вот в этих 273 общинах 15 тысяч триста двадцать три человека почему число не круглые неужели мы посчитали всех до 1 нет но мы добросовестно сложили числа которые получили о каждой общине и группе руководители одних общин ведут точный учет своих членов поэтому их цифры подчас были не круглые других общинах мы получили приблизительные цифры они точные но тем не менее правдивые отсюда вот такое вот число 15 тысяч триста двадцать три человека что же о нем можно сказать во первых она не учитывает погрешности нашего метода например если человек ходит сразу в две общины то его считают своим сразу два руководителя и соответственно такие случаи вздувают наш суммарный результат так что на самом деле число полное должно быть меньше насколько мы думаем что не на очень много потому что ведь не во всех городах есть большой выбор общин чтобы можно было в эту субботу ходить в одно место другую в другое во вторых есть верующие которые не посещают никакую общину или группу по нашим данным таких около 20 процентов другими словами 15 323 это около 80 процентов от целого который соответственно будет около 19 тысяч человек в третьих в эти 15 тысяч не входят члены еще семи групп о существовании которых как я сказал начале мы знаем наверняка но информацию о которых не получили но общее число членов этих групп не превышает 150 человек по нашим оценкам в четвертых есть независимые домашние группы о существовании которых мы лишь догадываемся или слышали но не располагаем данными о количестве их членов они по каким-то своим причинам держатся более изолировано поэтому получить информацию о них трудно мы оцениваем их количество в несколько десятков и количество людей в них как еще тысячу или полторы но никак не более двух тысяч вместе с ними суммарное количество мессианских верующих в израиле не превышает 21 тысячу человек и наконец есть еще одна категория верующих ортодоксальные евреи которые не меняют своего образ жизни в тайне от своих ортодоксальных собратьев признают ешуа мессии читают новый завет и встречаются со своими мессианскими единоверцами насколько нам известно в основном со своими мессианскими ортодоксальными единоверцами разумеется они не афишируют свою веру в ешуа из-за страха преследований со стороны ортодоксальной еврейской общины это одна из причин по которой они говорят о своей вере открыто очень неохотно и крайне осторожно когда мой коллега дэвид беседовал с некоторыми из них то они звонили ему сами они он им они звонили ему с неопределяемых сотовых номеров не представлялись не по имени не по фамилии и не давали никаких других конкретных данных по всей видимости их может быть несколько сотен человек но это лишь предположение никаких более точных данных об этих верующих мы пока получить не можем однако если говорить о подтвержденных данных то как я уже сказал мессианских израильских верующих чуть более 15 тысяч человек как же можно прокомментировать эту цифру что она значит прежде всего относительно всего населения страны это очень небольшая цифра это доли процента то есть мессианские евреи если для краткости использовать это выражение не вдаваясь в различия между евреями и не евреями которые тоже присутствуют в наших общинах причем в немалом количестве мессианские евреи составляют не просто меньшинство так скажем друзы или христиане и тех и других стране примерно по два процента по официальной статистики а мизерное меньшинство конечно тут самое время вспомнить притчу о горчичном зерне который по словам не шо меньше всех семян а потом вырастает и становится больше всех злаков как сказано в евангелии от марка можно ли наши 15 или даже 20 с чем-то тысяч считать вот этим самым зерном из него ли прорастет спасение народа израиля о котором столько говорит все писание хочется надеяться что да хотя конечно только сам господь бог знает каждого из нас равно как и тех верующих которые не входят в это число равно как и наше будущее когда придет это спасение то есть когда по крайней мере значительная часть израиля спасется этого мы точно не знаем и вряд ли можем знать все что можно сказать с уверенностью это что израильское мессианское движение растет сегодня мы знаем о двухсот восьмидесяти общинах и независимых домашних группах и от 15 тысячах человек как минимум а в 1999 году движение насчитывал по данным исследователей центра каспари которые тогда тоже провели аналогичное исследование 80 общин точнее восемьдесят одну общину и домашнюю группу и 5000 человек без малого там 4957 то есть за последние 20 небольшим лет мы выросли в три раза учитывая что все население страны за этот же период выросла в полтора раза по моему это неплохо тут уместно задать следующий вопрос за счет чего или каким образом происходит этот рост вариантов в принципе три первый естественный прирост мессианского населения то есть высокая рождаемость в семьях верующих и какие-то факторы благодаря которым выросшие в этих семьях дети со временем не оставляют веру и покинув родительское гнездо остаются в мессианских общинах своих или других это уже другой вопрос второй фактор возможный который ответственен за рост это пополнение наших рядов теме кто так или иначе уверовал вешуа в израиле здесь и 3 это иммиграция людей которые пришли к вере в стране исхода и затем сделал фолью начали посещать израильскую мессианскую общину наше исследование не дает однозначного ответа на вопрос о вкладе каждого из этих факторов большинство руководителей общин давших нам интервью говорили что ростом своей общины они обязаны всем трем фактором однако насколько я могу судить по личному опыту общение с различными израильскими верующими среднее количество детей в наших семьях определенно не выше чем в типичной светской израильской семье и существенно ниже чем в ортодоксальных еврейских семьях так что скорее всего главные факторы обеспечивающие рост нашего движения это люди пришедшие к вере здесь как коренные израильтяне так и иммигранты а также иммигранты приехавшие уже верующими относительно относительно пришедших к вере в израиле на вопрос о том каким образом община ими пополняется самый распространенный ответ был что тут важны не специальные акции направленные на привлечение новых членов то есть так называемая евангелизация а а естественные связи между родственниками соседями коллегами по работе и тому подобные иммиграция определенно тоже важный фактор в конце концов русскоязычные да и амхароязычные мессианские общины появились в израиле только после того как началась массовая алья из соответственно с ссср и эфиопии более того иммигранты на сегодня составляют большинство из нас из 273 общин о которых мы собрали информацию ивритоязычных 83 то есть менее трети остальные 190 иммигрантские общины из которых 136 то есть ровно половина от общего количества 273 русскоязычные из всех руководителей израильских общин коренные израильтяне составляют лишь 17 процентов что кстати удивительно для меня то этот процент за последние 20 лет то есть с 1999 года когда центр каспари проводил свое первое исследование этот процент не изменился по-прежнему то есть и тогда и сейчас процент коренных израильтян среди руководителей наших общин мессианских общин израиля держится на уровне 17 процентов таким образом сегодняшнее израильское мессианское движение по сути своей иммигрантское а поскольку самое большое из этих иммигрантских сообществ русскоязычная следующая программа будет посвящена исключительно ему спасибо за ваше внимание шалом и всего доброго